На прямой связи со студией Фархад Касенов, политолог. Здравствуйте, господин Касенов. Добрый день. Господин Касенов, вот экономические данные свидетельствуют о росте товарооборота между Россией и Арменией, и несмотря на эти публичные заявления о разрыве отношений фактически, вот как бы вы объяснили этот парадокс? Ну, это очень интересная действительно ситуация. Дело в том, что да, если мы один раз в политической точке зрения, то отношения между Россией и Арменией, а если конкретно говорить между политическим руководством Российской Федерации и политическим руководством Армени, в нынешнем лице Никола Пашиняна, они, конечно же, ухудшились. Каждая сторона обвиняет в другую сторону в невыполнении своих обязательств. В частности, Армения выражает свое недоумение по поводу того, что Россия в рамках как у ДКБ, так и в рамках двусторонних договоров не оказала помощь во время Второй Карабахской войны и не успела на стороне Армении. Россия, в свою очередь, еще с 2018 года имеет определенный неприязнь к руководству Армении, потому что, мы знаем, в Армении произошла цветная революция, и вот данный путь, конечно, был умерен для российского руководства, которое всегда ранее работало, даже как служу стояшимся, политическая традиция, скажем так, Армении, где в основном власть его Карабахский план. И сейчас, как бы, вот такая у меня ситуация возникла. Теперь, в то же время, политика-политика, но действительно, экономика, она говорит о другом. Дело в том, что и в экономическом отношении, в культурном отношении между Армениями и Россией очень глубокие связи, глубокие исторические связи. Но помимо этих связей, историй, есть и нынешний момент, который, в рамках которого, как Армения нуждается в поддержке со стороны России, экономической поддержки, так и, что неожиданно, сейчас Россия начинается в поддержке со стороны Армении. Прежде всего, Армения в определенной степени нужна для России, для реэкспорта определенных товаров, потому что сейчас Россия сама находится под санкциями, многие товары они не могут получать, и необходимо искать определенные лазейки, как для серого импорта, так и для обхода в санкции. И можно в определенной степени полагать, что именно подобную лазейку предоставляют различные армянские фирмы, организации и тому подобное. Конечно, официально об этом не говорится, официальных цифр таких не предоставляется, но есть цифры, когда можно сравнить, что для относительно небольшого Армения будет необходим, понадобилось огромное количество различных товаров, продукций и прочее, материалов, которые, в принципе, и не нужны. Очевидно, речь идет об реэкспорте. Также идут товары из России или в Армении, для того, чтобы уже уходить на рынки других стран, например, в арабские страны, в арабские эмираты, дальше, дальше, по-мингу и так далее. То есть в этом отношении экономическое взаимодействие, наоборот, нарастает, и получается, что вроде бы, как бы сказать, в политическом отношении, в очень плохих отношениях находятся эти две страны, а если смотреть в экономическом аспекту, наоборот, эти отношения улучшаются. Но здесь успеваться еще, как бы сказать, интереснее, потому что ведь всем экспертам очевидна и понятна роль Армении в деле обхода санкций. Почему сейчас на это не реагируют такие страны, которые, в принципе, эти санкции и маложиды, в частности, те же Соединенные Штаты Америки, Франции и так далее. То есть мы видим здесь очень глубокую политическую игру, в которой задействованы очень много сторон. Но именно вот заявление Лаврова в этом отношении, она несколько, скажем так, выглядит завуалированной такой попыткой оказать, с одной стороны, давление на политического руководства Армении, с другой стороны, как бы не разрушить имеющиеся экономические отношения между ними. — Господин Катинов, а вот в какой степени нынешние политические разногласия между Россией и Арменией могут быть использованы в качестве, скажем так, инструмента внутренней политики в обеих странах? — Ну, я думаю, что на самом деле очень ограничены данные ресурсы. Дело в том, что, конечно же, российское руководство, оно крайне негативно относится к различным политическим эскападам со стороны армянского руководства, потому что все эти заявления о выходе в ВДКВ, не выполнять каких-то там других обязательств, но подобное, и достаточно демонстративное поведение армянского руководства вызывает, конечно же, отражение в Кремле. Это однозначно. Но, с другой стороны, опять же, вот эти имеющиеся связи и надежда на то, что руководство в Армении, оно рано или поздно изменится, и, скорее всего, к власти может прийти даже пророссийское руководство, мы же не знаем, как это ситуация, а она все-таки ограничена, в Кремле, у него риторики. Поэтому риторика строится следующим образом. Как бы критикуются нынешние руководства, но в целом не критикуются Армения как страна, и армянский народ, он, как бы сказать, выводится из-под критики. Говорится, что вот нынешняя политическая руководство, пришедшая в ВДКВ, оно вот такое, мы ничего не можем поддерживать. Но ожидается, что всегда будет такое разделение, что следующий руководство, оно может быть более лояльно к Кремлю и тому подобное. Но, в принципе, если посмотреть, конечно же, учитывая имеющиеся связи, это естественный союзник России для Армении. Я думаю, что рано или поздно отношения будут нормализовываться. Все, опять же, зависит от очень многих факторов, в частности, завершения военных конфликтов на европейских и прочее. То есть, в дальнейшее будущее и Россия, и Армения, оно еще крайне не предъявлено. Поэтому все время будут какие-то новые комбинации политические и прочее, и прочее. Ну и армянское руководство, конечно же, оно тоже должно было как-то каким-то образом оправдаться после фиаско, после поражения во время Второй Карабахской войны. И поэтому они в данном случае нашли опилотку и нашли, можно сказать, какую лазейку в том, что, как бы сказать, российская сторона, она не выполнила обязательства. И поэтому мы очень сильно на это полагались. Оказалось, эти надежды несостоятельны. Теперь они, как бы, ищут дополнительные зонтики безопасности в лице других стран. Там, в частности, там, где имеются очень хорошие, большие диастеры армянские, которые отношения налажены, ну это, прежде всего, конечно же, Франция, ну и Соединенные Штаты Америки тоже в этом же труды не участвуют. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, вот подобный статус-кво, очень много такой риторики, негативной, в то же время очень мало действия, она будет сохраняться, потому что все, фактически эта ситуация поставлена на паугу, и в ближайший, я думаю, год подобного рода изменений не будет. По крайней мере, двух выборов в Армении, либо же каких-то, ну таких, очень серьезных, геополитических изменений в Варшавте, в мировой Варшавте. Ну а как вы думаете, каковы долгосрочные перспективы для развития экономических связей между Россией и Арменией, вот в контексте потенциальных изменений в политической обстановке? Очень хороший вопрос, дело в том, что на самом деле, я думаю, что экономические перспективы Армении, они сейчас лежат даже не столько в отношениях с Россией, хотя, конечно же, они будут развиваться в той или иной степени, а в том, насколько Армения вообще будет полноценно интегрирована и не будет сама пытаться интегрироваться в экономические процессы, протекающие на Южном Кавказе. То есть сейчас мы знаем расширение логистической цепи по линии Центральная Азия, Азербайджан, Южный Кавказ и дальнейшие в Италии, в Европу. Новые прокладываются маршруты и прочее, и прочее. Они и старые маршруты, они получают новое наполнение. И в этом отношении, конечно же, Армения поучаствует в этом транзитном процессе, она могла получить гораздо больше экономических выгодок ниже сейчас от того, что она делает. Но все же зависит от мудрости и дальновидности политического руководства. То есть, либо же сейчас нынешняя руководка Армении каким-либо образом изменит курс, все-таки подпишет мирный договор и начнет двигаться в сторону того, чтобы хотя бы соблюдать условия мирного договора и, так сказать, обеспечивать экономическое состояние своей страны, либо же они выберут режим затягивания подписания мирного договора, исключение дефрагментации из экономической жизни Южного Кавказа, тогда, конечно же, не остается иного пути, как взаимодействие с Россией, потому что Россия – это наиболее близкие естественные и географические партнеры Армении, с которыми можно взаимодействовать. Потому что и Франция, и США, они, если даже могут помогать финансово, торговые пути не смогут открыть для Армении. Поэтому, конечно же, ближайшее будущее для Армении, если смотреть иррационально, виделось бы только в мирном существовании, вместе со своими соседями, как с Азербайджаном, так и с Грузией. Но вот примерно такой ответ, я думаю, наиболее оптимальный. Благодарю, господин Кассенов. Большое спасибо за то, что уделили нам время. Всего доброго. Спасибо. А я напомню, что на прямой связи со студией был Фархад Кассенов, политолог. Фархад Кассенов